Славянские спортсмены всегда в числе лучших на Кубани. В открытом первенстве района по самбо наша сборная заняла первое место по количеству завоеванных медалей. В открытом первенстве района по самбо среди юношей и девушек до 15 лет приняли участие 6 команд из Краснодара, Гулькевичи, Сочи и, конечно, Славянского района. Всего за победу приехали побороться более 100 спортсменов. Команда Славянского района была самой представительной – 70 ребят, многим из которых удалось показать хорошие результаты и выиграть медали. Победил я просто из-за техники. Он просто стоял, а я действовал. Еще мне предстоит, наверное, две схватки и, наверное, будет первое-второе место. Но это уже не мы узнаем в бою. Самбо – это боевой вид спорта и родился он именно в нашей стране. Создан он был как вид самообороны без оружия в 1920-30-х годах. Самбо впитало в себя лучшие техники борьбы, дзюдо, джиу-джитсу и других боевых искусств. Его создателями считают тренеров Ощепкова, Спиридонова и Харлампиева. В 1966 году самбо официально было признано международным видом спорта. В нашей стране этому виду спорта всегда уделяли особое внимание. А с прошлого года была принята федеральная программа «Самбо в школу», благодаря которой в учебные учреждения приобретается вся необходимая экипировка. И дети, начиная со школы, обучаются этому виду спорта. В нашем районе одной из первых приняла участие в программе «Седьмая школа». С 2020 года стартовала программа «Самбо в школу». И наша школа стала участником этой программы. Нам в школу предоставили борцовский ковер. И с 2020 года мы уже занимаемся с детьми. И вот это вот наше первое соревнование, первенство Славянского района, открытые первенства. И вот у нас ребята, первый круг прошли успешно, победили. «Самбо», оно расшифровывается как самооборона, без оружия. Я считаю, что дети должны этим заниматься. Тем более для мальчиков, они будущие наши защитники. Несмотря на то, что учащиеся «Седьмой школы» самбо занимаются всего год, на своих первых в жизни соревнованиях они достигли хороших результатов, завоевав одну золотую и две серебряных медали. Всего славянскими спортсменами было завоевано 40 медалей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова